в Перикарпатье, даже не при Сталине, а уже при Хрущеве. Дело в том, что вообще все русские княжества к моменту распада, вот этого периода полураспада, когда началась гражданская война в так называемой Киевской Руси, пусть термин поздний, 30-х годов, сталинский термин, тем не менее, все были врагами. И Галич, и Вадимир Суздальский, Руси, Рязань, они то заключали союзы, то воевали друг с другом, то опять заключали союзы. Более того, Киевом вообще никто не управлял, по сути. Киев захватывали, сажали своего представителя на престол, говорили, все, теперь город мой, и уезжали к себе в Суздаль, в Галич или куда-то еще. То есть тут не… Это как раз вот об этом, я уже говорил, об этом писал активно Грушевский, что, дескать, северо-восточная Русь изначально южную и западную Русь ненавидела, и, в общем, свободолюбие нас, украинцев, они, клятым искали, пытались всегда каким-то образом ограничить. Я хотел задать вопрос. Вы уже много чего сказали, с чем-то я согласен. Ну, я вот три часа назад смотрел интернет и видел там, значит, записи одного канадского украинца, который приехал, значит, в Украину и впечатления рассказывал, которые он, значит, делился своими, там, свои диаспоры. Ну, не будем говорить о той политике, которую там они проводят, значит, это правительство украинское, он их ругает, но он-то просто зарисовка такая была, отметил, что он говорит, что в Киеве 90% людей говорят на русском языке. 90% на русском языке. Вот. И второе, значит, у него было очень много высокопоставленных, значит, друзей, среди которых, значит, уже гуляет мнение, что украинская элита считает, уже зреет о том, что, в общем-то, Донбасс и Луганск, это уже, так сказать, их надо отрезать и больше о них не вспоминать, и что-то делать, понимаете? Видите, как я уже сказал, украинская элита может думать все, что угодно. Да, ну вот. Поскольку она думает, но ничего не решает, как ей скажут, так и будет. И вот меня смутило ваш, значит, разговор о том, что вот эти батальоны, которые были, так сказать, они все были из Восточной Украины. Это же насколько зомбированный надо народ быть, чтобы вот так вот, значит, чтобы понимать. Ну, правый сектор, ладно, они приехали оттуда. Секундочку, правый, они не приехали оттуда. Ярош, уроженец Днепропетровска. Белецкий, который командует Азовом, в чистом виде русский человек, который слова не знает по-украински. Ну, кстати, создатель украинского интегрального национализма, Дмитрий Донцов, или как его называют, Дмитрий Донцов, тоже абсолютно русский человек, сын Глитопольского помещика. Ну, так получилось, вот он с украинскими националистами, в университете в Питере связался, в 1904-1905 годах, и его понесло. А самая сильная ячейка правого сектора на Украине была ни в Галиции, ни на Волыне, в Харькове. Помните, когда в Харькове были столкновения, когда там избивали ветеранов, потом, когда Кернес пытался как-то вот решать эту проблему. Это же дело в том, что это же был не приезжий правый сектор, это был местный, харьковский правый сектор. И еще многие из этих людей, которые состояли в этом правом секторе, повторюсь, по-украински, слова не знали, но, извините, начальник. Штука-то вот в чем, что украинская идентичность, она ведь, к сожалению, очень размыта, к сожалению, для украинцев, она очень размыта. То есть человек говорит, я за Украину, хорошо, а почему? Ты украинский знаешь? Нет. У меня человек в Фейсбуке, я общаюсь с людьми с той стороны, которые мне пишут, что, в общем, клятв, ты москаль, все, ты врешь. Все пишут по-русски. Я им всем пишу, на украинском что-то, а чему москальского? Хипа в школе пугановчи все, они мне пишут, что, сука, я русский, что ты меня сам оскорбляешь, гад такой. Я говорю, ну как ты, вот как, а как, а тогда за что? А я за Украину. Я говорю, хорошо, а за что конкретно? Ну, то есть, вот, за, если ты не знаешь украинского языка, если ты не знаешь историю своей страны, но за что ты сражаешься? Там, скажем, сербы-хорваты, да, в общем, тоже один народ, по сути дела. Я вот учил язык, учебники были сербско-хорватского языка, отличие, 3% лексики, грамматика, все одинаковое. Ну, там еще ладно, там одни католики, другие православные. Одни были под Австро-Венгрией, другие больше под турками, чем под Австро-Венгрией. Там только кусочек Сербии был под Австро-Венгрией, самый маленький. Северный Белград. Ну, там еще ладно, можно как-то определить идентичность, другая, там, все-таки она на религиозной основе. А здесь-то ведь, вот еще в чем штука, что очень многие люди, из тех, кто воюют на Донбассе, кто долбят по Донбассу из тяжелой артиллерии, они еще, мало того, что русские, мало того, что они не знают украинскими словами, они еще и православные. То есть, все, что происходит на Украине, это чудовищная бойня, это гражданская война, по большому счету. У меня есть коллега, Сашка Кацуба, он заканчивал киевский морпаник. Он не принял украинскую присягу, он уехал в Россию, служил в морских пограничниках, потом в Чечне воевал. Два года назад они встречались с ребятами из Курса, еще в Киеве. Вот сразу после Майдана успели, как-то вот пообщались. А год назад ему из Горловки звонил его однокашник по скайпу, когда там в какой-то момент получилось, в общем, как-то как-то соединиться. И говорит, а ты представляешь, и называет имя там кого-то, условно говоря, Серега. А Серега-то сейчас там, вот стрелками командует. Вот он с той стороны стоит, как раз его подразделение нас обстреливает. А это все люди, они жили в одном, вот в одном кубрике, в училище. Они все были, все офицеры, все предполагалось, что, наверное, где-то плечом к плечу. То есть, то, что сегодня происходит на Украине, это страшные государственные преступления против, если уж хотите, украинского народа, против русского народа, против той страны, у которой в 91-м году были лучшие перспективы на постсоветском пространстве. Потому что у нее было ни долгов, ни обязательств, и мощнейшая промышленность. Мощнейшая промышленность. Просто Украине страшно не повезло, что приходил один упырь временщик, который все воровал, все, что можно. Он приходил другой, он приходил третий. Давича читал интервью зама Коломойского, Корбана. Прекрасное интервью. То есть, две девочки, дурочки, журналистки его слушают и восхищаются. Какие он вещи говорит. А он говорит, что вот мы собрались, олигархи порешали. Что мы готовы все, чем мы завладели во время приватизации Украине, продать. Мы вернем. Вот как он там сказал, мы выйдем в кэш. Ну и все. А Украина получит заводы. Мы же частные ребята. То есть, это заводы, надо понимать, в которые 20 лет никто ничего не вкладывал. Из них просто как из коровы выдаивали все последнее, что возможно. И сейчас вот эти вот все разрушенные заводы, они предлагают Украине забрать, получить деньги. Ну и, видимо, заново все купить. То есть, страна еще и в этом смысле несчастная. То есть, ее мало того, что дербанили. Ей сейчас, в общем, управляют клинические идиоты, к сожалению. Так вышло. Народ ни при чем. При этом нужно понимать. У меня нет никакого снобизма по отношению к украинскому народу. И я могу 100 книг написать о том, что он искусственно во многом сформировал, что идентичность это ложная. Но она есть. Есть люди, которые считают себя украинцами, которые считают себя, сейчас же они опять по-грушевскому, считают себя куда более русскими, чем москали. Ну это, кстати, и в Польше очень распространено. Это в польских учебниках пишут о том, что северо-восточная Русь, москали, это, скажем так, туранцы, это кочевники. А вот подлинные русские, это как раз Украина, это Днепровщина, Поднепровье, это Киевщина и туда все на запах. Но когда люди на Майдан вышли, понятно, что они вышли не ради того, чтобы на Донбассе убивать. Понятно, что они вышли не потому, что им очень хотелось прийти к тому результату, к которому они пришли. Они вышли потому, что они жить нормально хотели. Потому что их достало, что страной управляют временщики и кордуны. Потому что их достало, вот мы говорим, там иногда жалуемся, что полиция у нас плохо работает. У нас отлично полиция работает, если сравнивать с Украиной. То есть степень коррупции и степень бездеятельности полиции на Украине, ее представить нам вообще очень сложно. Та форма взаимодействия государства и бизнеса, которая есть у нас, это космос по сравнению с тем, что есть на Украине. То есть люди, когда вышли, они осознанно ставили перед собой цель, что мы хотим жить лучше. Они это, наверное, примитивно понимали, по-простому. Хотим кружевные трусики и в Европу ездить без виз. Мы хотим, не знаю, чтобы зарплату нам платили хотя бы как в Португалии. Или как говорили жители Харькова, чтобы хотя бы как у Москалиево, чтобы хотя бы как в России такие зарплаты были. Кстати, такая формулировка тоже была на Майдане. Да, штука, да Восточную Украину почему запугали? Я про Майдан закончу. Про Восточную Украину я сейчас объясню. Она мало чем отличается от Западной в этом смысле, к сожалению. А на Майдан-то люди выходили, потому что действительно хотели. Потому что когда они видели, что сын Януковича за год стал миллиардером, когда они видели, как олигархи управляют страной, они хотели как-то это изменить. Худшее, что могло произойти с Украиной, уже произошло. То есть миллионы людей просто плюнули в рожу, сказали, что ваши надежды – это дерьмо. Ничего у вас не будет. Мы вами попользовались, идите гуляйте. То есть сейчас, пока люди не признают вот этот вот печальный для себя факт, что их надежды стали просто неким топливом в восстание, чтобы одни жулики скинули других, вот пока люди этот болезненный процесс осознания для себя внутренне не пройдут, к вопросу о том, когда что-то изменится, вот до этого момента ничего не изменится. Что касается Восточной Украины, она, к сожалению, в значительной степени мало чем отличается от Западной. Потому что 24 года американские фонды работали и на Западной, и на Центральной, и на Восточной Украине. Учебники, где писалось о пяти войнах между Россией и Украиной, в то время, когда еще никакой Украины не существовало, они тоже издавались. Они по этим учебникам учились и в Харькове, и в Днепропетровске, и в Мариуполе. Да, скажем, на Восточной Украине не на всех эта история, эта работа действовала. На кого-то действовала, на кого-то нет. Но, тем не менее, как показывает практика, людей, которые разделяют вот те самые идеи о том, что кто не искачет, тот Москаль и всякое прочее, о том, что мы настоящие, а вот они туранцы, вот это деление на мы и они, они такие же на Восточной Украине, как и на Западной. На Западной Украине там своя история, там есть свой львовский сепаратизм, свой львовский национализм, потому что всегда львовяне полагали, что вот они, это центр Украины, украинофильства, украинской мысли. И сейчас я читаю у некоторых львовских деятелей Майдана рассуждение о том, что, скажем, Майдан привел к разрушению как раз вот нашей особой галецкой идентичности, что понаехали сюда не только беженцы из Донбасса, но и, скажем, киевляне и люди из Полтавщины, вот этим, с этим своим неправильным украинским языком, хотя, в общем, он как раз таки, полтавский диалект является нормой языка, галецкий скорее не является нормой. Вот ведь я сейчас поймал себя на мысли, да, я говорю о галецком и полтавском диалекте, язык до сих пор еще в стадии формирования, все до конца не сформировано. И люди всерьез пишут, что надо нам галецкую отделять, потому что нечего нам, правильным, сведомым украиневропейцам, со всякими там недоукраинцами бушкаться, потому что все равно они никогда нашу правильную, вот чистую украинскую идею не примут. Внутри Украины тут очень сложные процессы, в которые мы, в общем, часто сказать, годами не вникали. И это, честно, не здорово. Вот там мужчины все тянет. Очень-очень давно здесь правы. Да, ну, а вот там тоже... Ну, давайте тогда вот сначала вы потом... Два последних вопроса на сегодня, дорогие друзья. И переходим к автограф-сессии. Если кому-то надо. Спасибо. Добрый вечер. Я хотел вернуться, опять, к хрущевским временам и немножко раньше. Вот наши наместники еще советские, Шелест, Хрущев, когда возглавил Украину, проводили укранизацию в местном мире. Ну, я хотел уточнить, они проводили, не проводили. И что меня еще удивило, что, оказывается, якобы и Каганойч этим занимался, когда он возглавил еще 20-е годы. Нет, безусловно, украинизация – это вообще дело рук Лазаря Моисеевича. То есть он был ответственный от ЦК за проведение украинизации. За украинизацию украинских школ, украинских театров. Просто в 30-е годы, когда, помните знаменитый образ Сталина, какой уклон хуже, левый или правый, да, оба хуже, это он как раз говорил вот про националистический уклон. И, собственно, в 30-е годы всю эту историю уже на уровне союзном тормознули с каримнизацией. Ровно потому, что поняли, что дальше-то совсем плохо будет. Что все украинское ЦК, оно сплошь вот такое глубоко, как теперь принято говорить, сведомое. А коренизация и украинизация – это 20-е годы. То есть это до Хрущева. Хрущев при этом был, в общем, тоже… Ну, он, скорее, был, конечно, не националистом. Он, в общем, был таким троцкистом. Да, и именно его этим троцкизмом внутренним определялись многие его шаги. А с Хрущевым все сложнее. Если бы он проводил украинизацию, полбеды, он сделал вот что. Именно на Хрущеве лежит ответственность за то, что фактически Бандеровское подполье на Западной Украине не было додавлено. А именно при Хрущеве, когда пошли после 20-го съезда, когда в массовом порядке, ну, еще даже до 20-го съезда, в массовом порядке началась реабилитация. Причем шла она безоглядно. И достаточно было для, во многих случаях, оснований, что человек осужден по 58-й. Никто не вникал, по какой части. По 58-й судили и полицаев, и власовцев, и бандеровцев, и каратели из Руна, которые у нас теперь тоже оказываются герои нации. Вы же вообще, вот вы спрашиваете у нас о вариативности. Вот у нас, например, в Татарстане на деньги при поддержке Республики Татарстан сняли фильм документальный, называется «Война непрощенных». О том, что вот те, кто перешли в коллаборационистские подразделения немецкие, «Видель-Урал», что они, в общем, тоже ничем не хуже ветераны Феликой Отечественной войны. Ну что, они же там. Потом-то они, кто-то из них воевал на стороне партизан, так сказать. От немцев убежали, воевали на стороне партизан. А их все равно, значит, проклятый режим выловил, и о суде, вот ведь какой ужас. Но, возвращаясь к бандеровцам, их реабилитировали огольно, их реабилитировали массово. Мне на Западной Украине люди рассказывали, что они, скажем, знали, что человек... Как там тетка одна мне сказала, что жиды в скудепину двухроки в заныжку взяв и головой обстов вбив. Ну, то есть, вот ребенка двухлетнего еврейского ударил головой обстов. То есть, у нее на глазах. Она домработницей была в этом доме, старухами рассказывали. Человек четыре года отсидел. В 49-м взяли, после смерти Сталина его реабилитировали. И это сплошь и рядом встречалось. Потом эти люди возглавляли библиотеки, работали школьными учителями. Они работали в колхозах. Это распространенная была история, когда они, в общем, становились такими крепкими советскими колхозниками. Ну, кулаками, по сути дела. И ездили на хороших машинах, посмеивались на чекистами, которые их ловили. Ну, кстати, очень интересный факт. Я про него в книге не рассказываю, но просто так, к сведению, когда на Украине говорят о том, что бандеровцы, значит, до последнего сражались с клятными москалями, никто не сдавался. На самом деле, отлично они сдавались. Более того, очень многие бандеровцы внесли чрезвычайно важный, огромный вклад в борьбу с бандеровским подпорем на Украине. Собственно, Шухевича ликвидировали, в частности, Шухевича ликвидировали, в том числе, при участии агентурно-боевых групп. Что такое агентурно-боевая группа? Ловили бандеровцев, говорили, сынки, давайте, вы как-то решайте. Ну, кстати, кто-то из них сдавался. Вы или с нами, или поедем, там, елки попилим, как-то, что-то, посодействуем строительству каналов. Большинство соглашались сразу. То есть, из них формировали группу АБГ. Им давали офицеры-кураторы. Как правило, двух-трех от НКВД. Эти офицеры-кураторы вместе с ними выходили в лес. Я читал эти наградные документы на людей, которые, значит, они со всеми своими же бандеровскими прозвищами, там, типа, не знаю, Сокел и так далее. Метро Головань, в скобочках, Сокел. Медалью за отвагу наградить. То есть, ребята реально выходили в лес. То есть, крошили своих бывших товарищей, очень часто крошили их, вполне себе жестоко. То есть, принципиальных людей там, в лесах, было не так много, как нам кажется. Вполне себе они сдавались и вполне себе воевали против своих. Но роль Хрущева, она разрушительная в этом смысле. И именно при Хрущеве, в общем, вся Прикарпатская Русь была доукраинизирована. То есть, вот там все окончательное образование перевели на украинский язык. И последние деятели Карпатской Руси, вроде Лаврика, ну, им дали дожить. Потом они умерли. Все. И то, что мы о трагедии Терезина и Талергов узнаем, в общем, только сейчас. И то, что, скажем, мы в учебниках, в школьных про это слово не пишем. Про то, что первые концлагеря в Европе были созданы для, ну, вот как говорит коллега, для русинов. А я-то пишу, что для русских. И как сами люди, пережившие ад, Талергов и Терезина, писали, что сажали их в Терезина и Талергов за русское слово. Не за русинское, подчеркну. За русское слово. За русское слово. И за русские книги, за русскую веру. Мы же об этом не говорим. Вот в Талергове висит, ну, это сейчас аэродром. Там доска висит. На ней на русском языке никаких слов нет. На украинском есть. Учитывая, что украинские деятели там служили карателями в этом концлагере уже в 2014 году. В общем, все это сплошное издевательство. Но пока мы себе в голове проводим этот водораздел, говоря о том, что вот там есть Украина, а здесь Русь. Пока у нас в учебниках москвоцентричная история. У нас в школьных учебниках после татар-монгольского нашествия. Времен Батыя. У нас все. Мы изучаем историю северо-восточной Руси. А все, что там, это такое черное поле. Это вот это белое пятно на карте, где там, как раньше на старых картах описали, а здесь живут чудовища. Там люди с глазом на пупке и так далее. Там ничего нет. Там нет никакой Руси. Там не живут русские люди. Там нет первопечатников Франциска Скорина. Там нет Семена Полоцкого. Там нет университетов. Там нет образования. Там нет Гренвальской битвы 1410 года, которую выиграли никакие не поляки, а совершенно на самочные, на есть русские полки. А у нас это все из учебников вычеркнуто. Вот этот вот наш снобизм по отношению к Южной Руси, он, кстати, в конце 19-го, начале 20-го века был одной из причин появления вот этого украинского уже не автономизма, а национализма. То есть сами себе в голове, проводя водораздел о том, что ну мы-то да, а они-то что там где-то, какие-то казаки шваль там где-то бегала. Вот этим снобизмом мы в общем развели, мы глубоко, ну мы, я имею в виду там как империя, мы глубоко обидели людей и до сих пор, поэтому ведь особо никуда не ушло, до сих пор ведь это отношение такое есть чуть пренебрежительное к Украине. Но если мы перестанем воспринимать Украину как Украину, будем ее воспринимать как часть Руси и будем откажемся от термина Украины и все-таки начнем говорить о Южной и Юго-Западной Руси, наверное, мы чуть иначе будем все это воспринимать. А то, что там был русский язык, ну простите, я вот привожу там цитаты из статута литовского, ну прочтите его, это куда более русский язык, чем переписки Ивана Грозного с Андреем Курмским в оригинале. Вот там мужчина с бородой, все, тянет, тянет, тянет руку, а мы никак не можем. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, вот что, развитие того, что вы сейчас сказали о водоразделе. Ну, это история же не сегодняшних дней, проведение водораздела. Какую роль в формировании водораздела тогда сыграл Эмский указ и является ли это ошибкой или как это можно квалифицировать? Эмский указ, конечно, вот, кстати, к нему очень неоднозначное отношение у историков, потому что одни пытаются объяснять, что не было у власти империи другого варианта, кроме как ввести этот Эмский указ. По той простой причине, что к тому времени уже в Галиции сформировалась вот эта вот прослойка сведомых украинцев, участников восстания польского. Потому что, в общем, это же не совсем польское восстание было такое, оно было польско-украинское. То есть восстали поляки, их поддержали те малоросы, которые начали считать себя украинцами. Об этом Котков очень подробно пишет. Он много посвятил польскому восстанию Михаилу Никифоровичу статей. С другой стороны, тот же Василий Кельсиев писал о незначительности украинофилов уже даже в 1868-1867 году. Он в Глеченую Молдавию ездил в 1867 году. Поэтому считать ли Эмский указ охранительной ошибкой, мне трудно, я бы так не стал судить. Ровно потому, что на момент, когда он принимался людьми, которыми он принимался, им казалось, что они правильно все делают, что они империю защищают, когда запрещают ввоз этой украинской литературы из Галиции, когда запрещают театр украинский. Им казалось, что все это так и должно быть. Что, ну, скажем, там, печатание Библии на украинском языке, по поводу чего арест Миллер сокрушался очень активно, там, может быть, я с этим и согласился бы. Но тут вот смотрите еще, да, я за то, чтобы все происходящие, все события оценивать, те или иные решения, документы оценивать с точки зрения исторического контекста. Вот уже прошло польское восстание. Вот уже, то есть, вот представим, мы чиновники Российской империи. Ну, прошло польское восстание. Вот мы знаем, что где-то там, в Галиции, сформировался некий центр идеологический, где люди говорят, что русские это русские, а украинцы это украинцы. И, в общем, вот у нас в империи здесь, мы как-то не возражаем, пожалуйста, вот там есть литература, вот там Кулиш свою основу издавал, ну, есть вот какие-то деятели, там, Антонович, тот же самый, да. Ну, вот киевские громады, сидят себе интеллектуалы, о чем-то рассуждают. Но при этом, да, все это происходит на фоне Венгерской революции, на фоне формирования, то есть, вот за, там, в 1848-м революции в Венгерске. Начинается эта весна народов, вот она идет, эта весна народов, она раскатывается, раскатывается, там, французская революция, уже Каракозов покушается на царя, то есть, внутрироссийский террор, да, уже народовольцы, вот оно возникает все, бурление происходит. Чем руководствовались чиновники? Я думаю, что они совершали, они были уверены, что они совершали благое дело. Они были уверены, что все так и должно быть. Считаю ли я это ошибкой? Ну, по прошествии времени, конечно, да, потому что, собственно, имский указ, безусловно. А знаете, это как с ликвидацией Бандеры, как мне старые чекисты говорили, нафиг мы его ликвидировали, вот кто это сделал? Никто бы умер бы сам потихонечку, никто и не понял, кто это, что это, зачем это. А имский указ, собственно, дал, как раз, украинофилам, как в Малороссии, ну, я не говорю украинцам, собственно, тогда этой идентичности еще не было, так и украинофилам в Галиции, так, собственно, и австрийскому правительству. Вот те самые козыри, да, которые позволили австрийскому правительству формировать украинскую идентичность, как раз ссылаясь на то, что, вот, типа, да вытесе, вид нас все мужливо, а вот там они, значит, все запрещали. Потом, да, потом прошло 3-4 года, и украинский театр спокойно действовал, и выступал он перед императором, и никто не запрещал его, более того, все восторгались украинским театром, и была украинская литература, и это все было. Но это как сейчас с системой Платон. Она нужна? Нужна. Но там тот же самый Потапенко, новая, так сказать, звезда Ютуба, говорит о том, как это ужасно, хотя если он ведет бизнес в Чехии, он должен знать, что в Чехии ровно такая же система прекрасно работает уже много лет. Нужна ли эта система? Нужна. Возят ли дальнобойщики больше 12 тонн? Да безусловно. Есть ли там в этом бизнесе чудовищный теневой оборотный миллиарды? Конечно, есть. Но в такой ли форме нужно было вводить систему Платон? Наверное, нет. Поэтому вот у нас, ну, часто так бывает в России, что, к сожалению, очень хорошие задумки, знаете, как с ремонтом, вот мы в Москве живем, да, вот были улицы, скажем, вот Никитская, да, вот сейчас мы идем вечером по Никитской, широкие тротуары, фонари, нет вот проводов, и лавочки, везде какие-то кафешки, из них свет льется. А вот все, что было между этим, то, что сейчас, и тем, что было весной, вот помните летом, когда все перекопано, окопы, вот это все. Эффект исполнителя. Поэтому, что касается Эмского указа, да, по прошествии даже там 10 лет, наверное, людям стало понятно, что это был очень серьезный политический косяк. На тот момент, когда они его принимали, им казалось, что, ну, понимаете, когда приходит человек и говорит сегодня, что в Уральском федеральном университете закрыли выставку, посвященную Великой Отечественной войне. А закрыли, ну, только потому, что ее сделали ребята из партии Кургинян. Ну, Кургинян, наверное, кому-то, может, не нравится. Люди имеют право по-разному относиться к Кургиняну, ко мне, кому угодно. Но, слава богу, у нас, ну, просто покритиковали, пожурили, сказали, что в очередной раз Урфу себя проявил не с лучшей стороны. То они там с Ярошем хотели видеоконференцию сделать, то еще что-то. Но, в целом, в общем, никаких дальнейших репрессий не последует. А вот тогда, да, произошло, когда императору рассказали о том, что вот она, Киевская громада, вот он Антонович, вот он Драгоманов, вот они все говорят об особой украинской идентичности, вот вокруг них молодые студенты, они им все это в голову вбивают. В принципе, мы сейчас примерно такие же рассуждения слышим про РГГУ или Высшую школу экономики, где я просто вижу студентов РГГУ, они ко мне периодически приходят на работу, устраиваться не все, но я от многих из них слышу и Ватники, и Колорадо, и Лугандоны, прости господи, вот эту всю лексику, всю эту риторику. То есть то, что происходит в нашей высшей школе, это чудовищно. Но это тема отдельного разговора. Поэтому, скажем так, оправдывать импетентский указ не собираюсь вообще. Косяк, очень серьезный, очень серьезная ошибка. Но даже не в делу, не в Эмском указе. Помимо Эмского указа, я об этом пишу в книге. Бог с ним, с Эмским указом. У нас книги Грушевского издавались в Санкт-Петербурге, и Шахматов-Академик в каком-то страшном помутнении. Человек по... То есть его историографические исследования, они до сих пор являются основой для представления о Древней Руси. А мы до сих пор опираемся на Шахматова. А, понимаете, Шахматов говорил о том, в каком-то странном помутнении, что Грушевский это историк уровня, по-моему, Карамзина, если я не ошибаюсь. Как он мог... Это все равно, что сегодня выйдет, не знаю, ДК Мистфак МГУ и скажет, академик Фоменко с его теорией про Христа, пирамиды и Древнемонгольскую империю, значит, и все. Это прям историк уровня, ну, не знаю, Костомарова, да? Сложно представить. Вот тогда вот эта, знаете, либеральная фронда с империей, она, в общем, это считалось таким хорошим тоном. Дефрондировались империи, потому что все, что плохо для проклятого царизма, значит, хорошо для развития русской либеральной мысли. Беда в том, что дофрондировались к 17-му году, и первый русский Майдан, вот этот буржуазный, уже все про революцию Октябрьскую, основа этой февральской. Спасибо вам. Я уж на это заболкал. Дорогие друзья, и по традиции в завершении нашего мероприятия автограф-сессия, кто хочет подписать книгу Андрея Менгельева, пожалуйста, по одному подходим, поднимаемся по левым ступенькам, и потом спускаемся по правым. Спасибо. 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 Уважаемые посетители нашего магазина, прямо сейчас в литературном кафе на втором этаже проходит автограф-сессия Андрея Медведева, известного журналиста и политического обозревателя телеканала «Россия-1». И сегодня Андрей представил свою новую книгу «Подлинная история русского и украинского народа». Не упустите уникальную возможность приобрести новую книгу автора и, конечно же, получить памятный автограф. Мы ждем вас прямо сейчас на втором этаже в литературном кафе «Вход свободный». Спасибо. 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 Спасибо.